Привет, друзья! Хотим сообщить, что теперь играть в покерумах от нашего сайта стало еще выгоднее. Мы запустили возможность оплаты товаров с популярных маркетплейсов за Пекарь Стас Пойнс. Регистрируйтесь в покерумах от портала Пекарь Стас, за активную игру вам будут начисляться Пекарь Стас Пойнс у нас на сайте, и вы сможете потратить их на покупку абсолютно любых товаров с маркетплейсов. Это может быть бытовая техника, любая электроника, смартфоны, мониторы и тысячи других товаров. Подробности по ссылке pekarjstas.com.psp король 9-рейс. Это все еще он. То есть здесь сухая текстура, поэтому есть больше fe даже против телефонистых оппонентов. Единственное, что против этих телефонистых оппонентов не стоит ставить эту треть какую-то, потому что из-за того, что они телефонистые, на треть они вообще ничего не выкинут, то есть у вас fe будет так себе. А вот именно увеличенные сайдинги, они, как правило, уже могут что-то выкидывать, на мой взгляд. То есть это такой а-ля 2005 год стайл. Получается большой такой сразу конбет увесистый, чтобы все было понятно. На терни вышло неплохое equity, и тут еще такая ситуация, что я считаю, что после большой ставки и еще раз большой ставки, я даже у него могу начинать выбивать какие-то более слабые комбинации. Все-таки у меня нет инфы, что он прям жуткий телефон, просто что он мне телефонит. Поэтому считаю, что когда он мне такой хороший equity, в плане еще implied, то, ну то есть я просто в нас могу приехать, поэтому implied хорошие, то можно еще раз поставить большую ставку. То есть у меня оверкарта точно живая часто, еще и аут на даму. Вот. Ну и ривер я просто сдался уже, потому что все-таки активно блефовать в него я не хочу. То есть это такой был equity блеф, чуть завышенными сайдами специально, чтобы поднапрячь его больше. Но все-таки видно, что на него это не так хорошо работает, потому что, ну даже, несмотря на увеличенный сайдинг, то здесь он все-таки на три четверти не выкинул флоп. Вот. Так, следующая раздача. Восьмерки. Открываем с MP. Понятно, на большом блайнде колит, вероятнее всего фиш. Снова раздач на него мало здесь, по крайней мере. Но стэк короткий, плюс за 9 раздач, 67 в пип у него было. Ну, вероятнее всего, это тоже фиш какой-то. Вот. Доска 10-3-4. С восьмерками можно здесь как через чек играть, так и через ставку мелкую. Но если это игрок фиш, то даже вторые пары можно сыграть через две ставки. То есть поставить мелкую на флопе, мелкую на терне, и мы будем очень часто добирать. Многие игроки так не делают, но это будет на дистанции недобор все-таки. Потому что если оппонент фиш, то мы здесь все-таки можем через две ставки мелкие сыграть и добрать всех его дров. Флэш-дро проплатят, стрит-дро проплатят, любое попадание в пару тоже проплатят. То есть в тройку, четверку оппонент на две ставки мелкие он не выкинет такие руки. Поэтому здесь будет хорошо поставить две мелкие ставки. Сейчас посмотрим, как я сыграл. Ну да, на флопе я мелкую поставил. Терн уже третья пара у нас получается. И казалось бы, можно играть, чекать. Ну, можно через чек играть, да. Но я придерживаюсь плана и ставлю еще раз. Тут чуть меньше, чем треть. Почему я это делаю? Ну, по той же причине, что здесь огромное количество рук, с которых я могу добрать. Несмотря на то, что у меня третья пара. Флэш-дро, причем тут и бубновая, и червовая флэш-дро. Стрит-дро, по-прежнему мне платят это все. Попадание в четверку, он на 2бб не скинет. Какие-то карманные пятерки, шестерки, семерки, которые я бью, тоже не скинет. Какие-то туз-2, туз-5, возможно. То есть, ну, по сути, это тоже стрит-дро. Поэтому тоже это все не скидывает. Король, валеты, возможно, стрит-дро. Ну, то есть, все стрит-дро и флэш-дро, тут огромное количество их. Поэтому, если мы здесь не поставим по терну, то это будет недобор. Оппонент уравнивает. Уходит король, ну и здесь все. Я уже, в принципе, без разницы, что тут вышло, я бы чекал бы. Ну вот, отлично. Видите? Сначала, если бы играть, например, много столов, то на такую ситуацию можно даже внимания не обратить. То есть, мы увидим, словно у нас вторая пара, мы можем на флопе в чек уйти. Либо, если на флопе в чек не ушли, то можем по терну чекнуть. Потому что третья пара, мы особо внимания не обратим. С чего мы можем добрать и так далее. То есть, если играть, грубо говоря, на автопилоте, то такую ситуацию можно не подметить, и мы бы добрали намного меньше. Я в этом уверен. А так, ну, если подмечать такие ситуации, как я говорил, таких ситуаций будет довольно много. И, по сути, я выжил практически максимум. Возможно, даже можно было еще больше добрать. Но, в целом, неплохо получилось. С третьей пары два раза добрать. Так работает именно такая линия против фиша хорошо. Потому что против регуляра так, конечно, не стоит играть. Здесь нужно делать такую поправку обязательно. Это конкретный эксплойт фиша. Ну, вообще, колить хочется. Я обколил бы. Две комбы я насчитывал ему. Да, да, да. Так. Туздама. Ну, не знаю. А, играем. 32 на 18. Но, насколько я помню. Тафиш это какой-то. Неполный стейк. Янг, фан. Короче, три. Это 44,2 на 26. 3б6. 3б6 это беда, конечно. Ну, что, кол. Сразу считаем, сразу то, что она сбьет на хлопе. Тузкороль, десятки. Да, три десятки. Все, больше не бьет нас ничем. Но они не умеют. Они еще тузвалет, туздама он будет еще коллировать сам. А вот это вот, чек-чек сыграли. Ну, здорово. Выходит король. Король. Три комбы королей доехало. В целом, мы мало с чего добираем сюда. Какие-то тузы есть. Пол пота добрать, наверное. Какие-то с король икс там. Может, еще валеты, да, мы отобили. То есть ставку такого размера, с которым большая часть диапазона нажмет кол. Можно 15, 17, до 23, но не больше. Это много, я уже понял. То есть на такую ставку мы выбиваем. Я против фиша, они иногда, понимаешь, рандомят какую-нибудь хрень. Типа у него 6% 3бет, это он может иногда туз король подбить, а какие-нибудь туз 9 под 3бетить. Да, согласен. Поэтому я чисто из-за того, что это фиш, я решил чуть занаглеть и влепить ему 3,4. Еще на тернии он мог, допустим, туз короля чекать, ну тут хранять надо. Ладно, я думал, что я тут, я просто думал, что типа, может. Здесь все плохо. Он и туз король на тернии. Мне кажется, он там тузык сай в блеф не превратит просто какие-то слоу плей, доезды и все. Нет, еще из-за того, что, почему еще мелкий сайс ривер, из-за того, что туз король и на тернии будут. Да, я понял. Так, что это еще есть? Тогда у нас влепет не набирается на 3 четверти. Какой? Если бы шире 3бет был бы, конечно, то можно было 3 четверти ставить. Так. Десятки кол. Ставим увеличенный немножко. Окей, да? То есть, во-первых, на флопе с чего добираем? Сейчас. Ну да, немножко увеличенное, но это как бы типа треть, наверное, имелось в виду. Добираем со всех его пар младше, ну то есть от 9-х, 8-х и ниже, все 7x. Плюс на этой доске я ожидаю, что он будет тащить очень много оверкард. Угу. Вот. Как раз-таки вот эта раздача, хорошо, что она идет после предыдущей. Как раз-таки вот. Когда у... То есть, почему здесь люди тащат оверкард очень много, да? Типа и туз хаев очень много, какие-то бродвеи, да, красивые, типа король дама даже разномастный, король валет разномастный. Просто потому, что, ну, других рук тут нету для кола. Типа, что ему делать с 8-9, да, или с там 5-6, да, то есть они совсем выглядят слабо. Поэтому начинают коллировать оверкарты. И причем их очень много, то есть про это важно не забывать. Окей, поставили флоп, получили кол. Потерну. Вот. Ты здесь используешь овербет по терну. То есть, почему? Ну, во-первых, тут даже не знаю, что первостепенно. Но у него слабый рейндж, то есть, ну, ему-то как минимум надо защищаться, да. Я уверен, что я тут буду получать колы от семерок, не от каких-то восьмерок, там. Ну, что-то такое вот от карманных слабее моих десяток, от рук слабее моих десятки готовых. Ну, потому что ему с чем-то надо защищаться. Вот. Сильных рук, сильнее моей, у него очень мало. То есть, сет семерок, да, там, три комбы. Итог, опять же, какие-то все-таки уйдут в рейс флопа. Ну, и какие-то 2х тоже, которые уходят в рейс флопа. Ну, в общем, у него тут какое-то маленькое количество слоу-плеев. И много рук готовых слабее моей, которые платят. И еще куча рук, которые имеют реквити против моей руки, на которую я убиваю. Ну, типа там, Пус Валет, например. Да, то есть, ну, то есть, вообще, приучи себя в позиции. Мыслить о полярной стратегии всегда в позиции. Да, просто потому, что у тебя есть опция чека ривера. Без позиции мы бы здесь хотели использовать, ну, какие-то более мелкие сайзы, чтобы еще раз ставить ривер. Да, то есть, ты здесь понимаешь, что условно, ты в пятерку ставишь овербет, на ривере может упасть какая-нибудь неприятная карта, типа Туз, например. Да, или там Валет, ну, не знаю, какая любая тебе покажется неприятная. И ты такой, ну, у тебя будет возможность чека, и ты реализуешься. Когда мы без позиции играем, у нас нет возможности чекнуть ривер и реализоваться. Если мы чекаем, оппонент может у нас поставить. Поэтому мы без позиции не хотим чекать, поэтому на тернах используем мелкие сайзы. Но здесь мы можем использовать овербет. Вот, окей, какая у тебя здесь самая слабая рука будет в овербете терна на value? Не знаю, хочу ли я здесь, хочу ли я здесь Туз-7 проставлять, с овербетом. Ну, то есть, девятки это все еще овербет, восьмерки, ну, восьмерки уже, вот, вопрос насчет восьмерок и Туз-7. То есть, ну, девятка вот точно, девятки, а вот все, что ниже. Ну, да, ты опять близок к границе. Туз-7 спорно, потому что у оппонента ББ против ЦО, ну, наверное, могут быть восьмерки-девятки, да, в диапазоне. Вот, восьмерки уже однозначно овербет, потому что мы не блокируем его колы по 7x. Там достаточно много 7x-ов, мы их не блокируем, то есть, с Туз-7 мы их блокируем, а с восьмерками мы их не блокируем. Поэтому восьмерки граница, то есть, получается, что у нас здесь очень много будет value комбинаций, да, в овербете терна. То есть, восьмерки это все оверпары, у нас тут еще будут, там, трипсы, да, у нас есть Туз-2, например. У нас есть фулл хаусы, семерки, пятерки, там, ну, корей есть. То есть, в принципе, достаточно много value овербетов. А как ты думаешь, какие здесь будут лучшие блефы? То есть, ну, как бы, если мы овербетим на value, то мы будем и блефовать овербетом. Какие здесь будут лучшие блефы? Мне кажется, 8-9, нет? Ну, нет, ну, это, да, это эквитийный рук, вот, 8, ну, у тебя, допустим, тут всего 4, 4-8-9 у тебя здесь всего лишь. То есть, и почему, кстати, да, то есть, почему 8-9 будет лучшим? Ну, 8-9 я имел в виду, на самом деле, не столько про эквити, что это гадшот, сколько про то, что мы блочим восьмерки и девятки. Да, все верно, да. Как его основной кол, ну, овербетом. Ну, и плюс, сами по себе, это как бы 9 хай, то есть, высокая эффективность блефа, да, вот как это называется. То есть, выбить хотя бы 10 хай, валет хай, оппонента туз хай, то есть, да, туз хай нам не нужно блефовать, да, потому что мы, получится, все руки хуже и так бьем ас-8, с 9 хай, 8 хай, мы хотим выбивать. Все верно, да, но 8-9 это мало, это всего 4 комбы. Какие бы ты еще блефы бы здесь хотел бы ставить по терну? То есть, нам нужно еще накидать, ну, подумать, что мы еще можем блефовать потенциально. Ну, мне кажется, вот как-то в эту сторону надо смотреть, то есть, что-то там 8-9, 9-10, может быть, даже, ну, 6-5 это уже не блеф по терну? Нет, конечно. Ну, я имею в виду, ну, что за 6-4, если, ну, одномастные на катопе 6-4, я не знаю, есть. Навряд ли, навряд ли. 8-6. 8-6 тоже, тоже навряд ли. То есть, смотри, да, то есть, у нас, то есть, смотри, мы первое, чем мы руководствуемся, да, то есть, 8-9 ты отлично выбрал блеф, потому что, во-первых, у него есть эквити на гадшот, во-вторых, мы блокируем основные колы оппонента на овербет, восьмерки и девятки. Это просто must-have, да, комба 8-9, но, если подумать еще над блефами другими, то ты правильно назвал, да, то есть, наша задача, во-первых, выбить какие-то руки лучше, да, то есть, поэтому туз хай мы не хотим здесь блефовать за овербет. Вот, но что насчет, например, король хай или дама хай рук, например, король дама или дама валет, то есть, получается, у нас такое комбинированное действие, то есть, во-первых, когда мы здесь овербетим условную даму валет или там король валет, то мы выбиваем, во-первых, ахай, это просто супер, он тащит все ахай на флопе, у него потер, но огромное количество ахаев, то есть, нам нужно их выбивать, это раз. Плюс, если мы все же получаем кол от восьмерок и девяток, то у нас целых 6 живых аутов на ривер остается, когда у нас 2 оверкарты к девяткам. Поэтому, вторую бы категорию блефов я бы выбирал какие-нибудь бродвеи, у которых есть доезд против его девяток условных и которые хотят выбить туз хай. Типа, то есть, валет 10, даму валет, что-то такое вот я бы использовал. И вообще, в целом, Солвер тоже с этой концепцией согласен. Вообще, основные блефы вот здесь на низких досках у Солвера в линии бет плюс овербет терна, это как раз-таки вот эти король хай и дама хай. Это основные его блефы. Если, допустим, гадшот не поехал, то есть, если впала бы тройка, что у тебя как бы вообще, да, получается, еще меньше стало эквитийных рук, то он бы использовал бы чаще вот эти вот даму валет, что-то такое. То есть, лучше блефовать, ну, я просто подумал, не лучше блефовать не бродвеи, а, например, руки с девяткой, с восьмеркой, ну, типа король восемь, король девять, даму восемь. Одна восьмерка маловато, все же блочит, да, то есть, нам бы хотелось бы, если мы получим кол, ну, как бы, почаще доезжать против оппонента. То есть, хочется иметь две оверкарты, такие, которые будут именно чистый доезд у нас будет, да, то есть, у король валет будет скорее всего, ну, там, или у там дамы валет будет чистый валет. Да, или дама, да, есть, потому что мы с дамы валет выберем точного оппонента туз валет, туз даму, король валет, король даму, и когда мы попадем в даму, у него там не будет никогда дам старше. То есть, у нас мы на ривере гарантированно перекупаем его, при этом мы перекупим и восьмерки-девятки. То есть, мы как бы все прочищаем ауты, когда, то есть, наша дама и валет становятся чистыми на ривере. Давай дальше. Больше покерводов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете в вип-клубе нашего сайта pekarstas.com.vip Друзья, спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео. Субтитры сделал DimaTorzok